привет вот сзади меня находится china town китайский квартал мы сейчас с вами пройдемся по нему минутки две я сниму видео потому что много не надо и много там нечего снимать пошли смотреть ну вот видите стандартные китайские магазинчики с китайскими подарками видите вот стоимость палочек чем кушают например да было 11 сейчас 6 вот такие скидочки да вот какие симпатичные детские костюмчики китайские цены правда нету не вижу я нигде вот китайский дед видите вот эти вот висючки симпатичные 2 за 10 фунтов маски 2 за 5 фунтов вот можно выбрать на любой цвет и вкус быстренько они подсуетились забили рынок этой продукции ну собственно ничего нового это у них было всегда и вот тут справа слева идут магазинчики где можно купить еду на вынос в пределах 60 фунтов в общем то не дороже ну так всегда туда знаете такие квадратные упаковки вон девушки едят в руках у них как коробочки небольшие такие примерно сантиметров 12 на ну не 12 нет на 15 14 14 на 9 наверно вот такие вот и высотой сантиметра 3 вот в такую коробочку они складывают еду все что вы попросите вот сколько туда влезет вот это есть порция ну вот собственно стандартное украшение китайского квартала видите фонарики вот погода хорошая люди накупили еды видите сидят за столами кушают вот собственно вот так выглядит сегодня китайский квартал площадь он занимает небольшую его весь можно обойти минут за 20 в общем то тут пара улиц вот вот это вот самое самое красивое что ли так сказать здесь находятся самые дорогие рестораны видите с белыми скотертями вот и собственно в общем то все то же самое только подороже потому что сервис есть еще официанты ну правда здесь же и вот вот вы заплатите эти деньги рядом с мусором то есть меня всегда удивляло что в англии это в порядке вещей вы можете заплатить 3 миллиона за квартиру и рядом с вами будет находиться допустим дом для бомжей или вот видите ресторан где вы за 30 фунтов возьмете краба а в полметра от вас будет вот этот вот склад мусора я вообще не понимаю зачем тогда ходить в ресторан потому что после карантина просто бизнесмены на всякие ухищрения кидаются чтобы поднять бизнес так ну вот мы взяли деньги и сейчас мы с вами сейчас мы с вами идем ну еду взять по я все-таки решила взять и сейчас вам заодно покажу как это выглядит да вот видите куча людей сидит вы вышли в обед вот так выглядит вот так выглядит улица так ну вот мы подходим к буфету вот ход буфет горячий буфет так я одеваю звезду на лоб ну значит смотрите вот цены 10 фунтов человека 6.50 на вынос берут только кеш вот мы взяли кеш ага я должна сказать что я хочу и они положат сами все сейчас она мне все это закроет вот так выглядит кафе на вынос что я взяла я взяла я взяла овощи я взяла куряку я взяла свиные ребрышки рис макароны и вот так вот все это я приду найду скамеечку сейчас на свежем воздухе и все это поем вам покажу сниму я специально для вас это купила ну и заодно конечно мы на выходе из китайского квартала я решила вам показать один переулок почему потому что ну вы понимаете да это центр лондона здесь все дорогое аренда двухкомнатной квартиры будет стоить в районе 1800 2 2 с половиной и дальше это начиная от базовой комплектации вообще и собственно вот я вам сейчас хочу показать переулочек в принципе где сдаются вот эти самые квартиры и как это все выглядит в общем то не скажу что это стандартно в принципе да будьте к этому готовы если вы решите снять квартиру в сухо или китайском квартале ну вот вот так выглядит этот переулочек напоминаю цены на землю астрономически поэтому все крайне крайне маленькая вот рядом рядом центровая улица кого-то подожгли где-то горит пожарная машина значит вот слева справа от меня китайский квартал слева от меня центровая улица а вот впереди вот это подворотня где арендные дома ну собственно на первом этаже поскольку с улицы находятся рестораны соответственно здесь вот вытяжки и все такое а вот там наверху там там это жилое ну вот собственно собственно вот так вот видите тут не везде рестораны и прочее рестораны это все первый этаж ну вот собственно вот верхние этажи сдаются под аренду вот такая вот короче говоря красота здесь ну что выходим мы сейчас с вами заходим карнаби стрит просто прямо пройдем несколько минут и посмотрим как она выглядит сегодня воскресенье 3 часа дня ну вот пошли